Подписывайтесь на наш канал! От Нараванка мы поехали в прекрасный Джермук, славный своей минеральной водой. Вот такая вот дорога здесь. Снизу слева просто гигантская пропасть. И едем и восхищаемся вот этими красотами. Смотрите, какие прикольные штуки на проводах. По-моему, это для того, чтобы отпугивать птиц. Иначе провода замыкают, и птички гибнут. Самые что ни на есть космические пейзажи на протяжении всей дороги, после того, как мы повернули в сторону Джермука. Невероятно красиво. Неожиданно в пустынном районе мы увидели вот такой водоем. Это река Арпа здесь протекает. А он там, похоже, на какой-то населенный пункт. Может быть, это и есть Джермук. Подъедем сейчас. Встречает нас Джермук памятником своего основателя. И рядом же, вот с голубой крышей, это завод как раз минеральных вод Джермук. Да, конечно. Уже жалеем, что не приехали сюда с ночевой. Вообще не соответствует впечатлениям об Армении. Так зелено здесь. Для своего отдыха мы выбрали ресторан спа-комплекса Верона Ресорт. Очень интересное живописное местечко. Такая кафешечка. Это фонтанчик с выходом на озеро. Террасе. Ресторан-бар. Горы такие зеленые. По дороге они все были желтые, выжженные. Это не просто фонтанчик. Здесь рыбка плавает. Наверное, ее съесть. Ого! Это стерлядь, слушай. Ого, громадные какие. Наверное, их подают здесь. Костову. Не надо. Не будем? Город Джермук располагается на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Вот, кстати, какой красивый водоем здесь. В 16-17 веках он входил в состав Реванского ханства. И только в 1830-х годах, как и вся территория, вошел в состав Российской империи. О, а тут зона развлечения, вон там. Озеро, на котором даже поплавать можно. Символ Джермука, водопад, волосы русалки. К нему мы поедем попозже. А вот озеро. Ой, вон там вообще кафе получается, прямо на самом озере. А вон прогулочная зона. Сейчас пойдем там погуляем. А мы на кругом набережной думали, где их найти в Армении. Вот, пожалуйста, в Джермуке. А это вот спа, отель, ресорт Джермук. Дорогие здесь номера. По 7-8 тысяч, наверное, самый минимум. А горы какие красивые окружают. Пожалуй, это один из немногих регионов Армении, которая может похвастаться таким обилием воды. Отсюда, вот в 4 километрах отсюда, есть еще один поселок с большим водохранилищем. Воду забирают на Сиван, для того, чтобы там повысить уровень водохранилища. Сейчас спасают Сиван, увеличивают уровень водохранилища. До этого его спускали, в советские времена, а сейчас его, наоборот, увеличивают. И по трубам, по всяким водоводам через горы поставляют воду на Сиван. И попробуем еще одно блюдо. Называется кибир с ягненком. Это, получается, гриль мяса ягненка на спашке с курдюком. Нет, я лучше не буду кибиром. Почему? Вкусный, нежный. Попробую, первый раз видим такой лимонад классный. Кастанян, очень вкусный. Совсем не уступает на Тахтаре грузинскому. Стоит и кибир. Сколько? 2800, да где-то порядка 300 с небольшим рублей, вот эта порция. Очень вкусное, нежное блюдо, прям вот реально тает на зубах. А вот долма. Долма это прям поистине армянское блюдо. Со словами у меня офигенское никак не на радость, что их наконец-то макаронами накормили. Один ест полонезу, другой ест карбонару. Причем для Ники на Кавказе карбонару найти очень сложно. Для нее важно, чтобы там было пармезан, да? А так и норовили, везде сулугу не засунуть, да, Ника? Она его терпеть не любит. А Женя вот наслаждается у нас. Вы вернулись на маршрут. Чем? Долмой. Долмой, да. Это еще одно чудо. Кухня армянской гарни, ярах. Это баклажаны фаршированные говядиной. Ммм, сейчас мы обудили. Тоже, кстати, стоит 1800. А наша 2900. Это, наверное, 30 рублей, где-то 220. Зато блюдо какое красивое. Солнце мое, ну как тебе гарниера? Какая гарниера? Вот это вот. А, гарниера. Да. Вкусно. Очень вкусно, супер. Насколько нам вообще армянская кухня понравилась во время посещения грузинской до этого. Насколько нам в этот раз просто это вот среди понравившегося самое лучшее. Это как раз вот кафе-ресторан-терраса на берегах озера Джамрук. Очень вкусно здесь. Довольно все. И я, и дети, и даже она. Вот в этой прекрасном ресторане мы сейчас покушали. Он как раз рядом с гостиницей Верона находится. Ой, что с вами, детки? Я не знаю. Коля даже перчатки одел. Ну, не настолько все тут так холодно. Где? Посмотрите, кто на самой вершине над озерами Джамрука? Это неправильно, Женя. Это не баран, это олень. Символ Джамрука. А знаете, почему олень символ Джамрука? Потому что давным-давно охотник один охочился на оленя. Попал в него несколько раз. И олень зашел в озеро, рядом с водопадом Джамрука. И раны на нем затянулись. И он выжил. После этого охотник не стал его добивать. А вода, ее целебные свойства стали известны людям. Они стали этим пользоваться и сами выздоравливать от разных заболеваний. Пойдем, попьем такую водичку. Да, там вонючая вода, которая сероводородная. Не волнючая, а лечебная. Вонючая. Это вода, которая конвенционная. Это, наверное, не конвенционная, Коля. Это вон с гор. Тут же много, тут 40 разных родников. И вот все эти родники сходятся вот здесь. Вода тут просто везде. Здесь журчит. Здесь журчит. Очень богатый вод урчит. Потому что очень-очень много родников здесь. И вода обладает очень различными медицинскими эффектами за счет того, что в ней почти вся таблица Менделеева. По своему тоже золото. По своему составу она напоминает воды Карлова Вары. И тут родники. Ну, прям вообще. Поэтому такое полноводное озеро здесь. И поэтому это позволяет воду отсюда, как я ранее говорил, откачивать дальше. Нет, отсюда не надо. Попьем в другом месте. Можно, да? Можно, дети? Но лучше лицо ей укунуть. А вот здесь кафе прям на озере. Это мы уже вышли на набережную. На набережную, на центральную набережную красивую. А он кто там плавает? Гуси-ути там плавают. А вот можно взять этот катамаран с ними покупаться. Но ветер дует, не будем. Да и нам еще нужно до водопадов добраться. Какие огромные ели. Ну, кто бы мог подумать, когда мы ехали по этому пустынному пейзажу, да? Выжженному солнцем, что тут так клево. Да. Да. Ну, тоже напоминает чем-то Боржоми. Только там такого озера нету, да? Угу. Ну, а здесь мини-рынок, где всякие интересные все продаются. А вот и галерея с водой. Коль, а вот еще водичка, Коль. С какой стороны надо идти? Где? Вот это горячее. А, это горячее. А да с холодной начнем, Коль. Вот это холодная. Где ты дальше? Там холодная. Какие красивые. А тут 50 градусов мы прошли. Вот 45 градусов. 35. И это вот 30 там, да, Женя? И дальше 30 градусов идет. Начинаем с 30 градусов. Попробуй. Мама, а можно попробовать? Как? Такая прям газировка уже, да? Горячая газировка. Да. Очень холодная. Интересно. Пойдем потеплее попробуем. Сделано все так интересно. В виде сосудов, да, древнегреческих. Попробую я по несколько годков. Каждый из пяти видов. И скажу мне, чем теплее, тем интереснее, мне кажется. Горячее не то, а вот 50 градусный. Или он может 45. Прям нормально. Вот наверху находится галерея с водой. Здесь картинная галерея. И дальше всякие развлечения. Воза вкусно, да? Воза, и осенью. Прям классно, что мы все-таки сюда съездили, да? Угу. Я рада, что я не поехала. Я рада, что я не поехала. Тихо, тихо. Кафе плавучее. Ой, электрозаправка, что ли? Смотри-ка. Не трогай только. Это заправка для электромобилей. Ммм, до нас прогресс еще не дошел. Это самое популярное из отелей здесь. Отель Армения. Новые номера тут. Где? Вот. Санаторий. Стоит там 5-6 где-то тысяч, это минимально. Рядом с отелем Армения располагается памятник одинокой девушке. Которая в надежде на то, чтобы оставить свое одиночество, приехала сюда, в город-курорт. Ну, какое живописное здесь кафе. Еще одно озеро. Воды тут, конечно. А вот на этих джипах можно поехать на гейзер. Тут всего в 20 минутах езды, но только на джипах. На нормальной машине туда не проедешь. И в этом гейзеры покупаться. Жаль, что мы не взяли купальники. Да. Чтобы обязательно съездили, да? Купаться. Ну, там гейзер, там вода теплая. Живописные мостики, вода каскадами. Это делает прогулки по джермуку вдоль водоемов. Причем эти водоемы все наполнены просто минеральной водой. Волшебного качества. Ходишь, прикасаешься к ней, пьешь и получаешь параллельно с этим оздоровление. Он зовут меня на лодочках покататься. Ну, жаль, что мы приехали сюда всего лишь на несколько часов. Поэтому надо все пройти, заснять. Заехать еще к водопаду, к настоящему. И оттуда поехать обратно в Ереван. Отели, конечно, здесь шикарные. Вот приезжать именно на такой спокойный, тихий отдых. А как представить, как тут все заснежено зимой, как тут крылево зимой. Вот мост такой. Это вот настоящий мост автомобильный, по нему машина ездит. Вот это прекрасное кафешка. И это озеро, это на территории отеля Grand Resort. Самый дорогой отель здесь. Территория отеля Grand Resort по-шикарному зеленая. Ну, не зря же его называют Grand. Не ожидали, что нам здесь удастся погулять по осеннему лесу. Вот фигурки из армянских эпосов. А вот еще одна аллея, смотрите. К озеру ведет. Здесь же небольшая аллея, опять же торговая, которая ведет как раз туда, к озеру. Вот вход в парк еще один. И там где-то то кафе, рядом с которым мы оставили нашу машину. О, смотрите, там памятники. По-моему, это памятники героям, которые в начале прошлого века воевали с турецко-османскими войсками. Золотая осень. Своими прекрасными разноцветными красками раскрасила Джермук и его парк. Подхожу к памятнику героям, бороявшимся за свободу и независимость Армении с угнетателями из Османской империи. А вот этот мост, это не просто часть дороги, соединяющая между собой туристическую часть Джермука и место, где люди просто живут и приезжают сюда на работу отдыхать. Это еще одна из самых замечательных смотровых площадок Армении. Вот такие виды открываются нам, посмотрев с моста справа. Такое великолепное ущелье. А вот смотрите, вокруг как раз вот санатории, там административное здание. А это тут какое-то здание, санаторий прям на самом краю стоит. Это мы перешли на другую сторону моста, чтобы увидеть вот такое. И там вот как раз по этому мосту, ой, по этой дороге внизу можно доехать до водопада, что мы сейчас и займемся. Красотища, да? Да, я вижу тропинку, лампочка. Это родная стихия для таких хищных. О, вот эта машина проехала, мост трясанула. Птиц как стек, как сокол. Сейчас мы в самое красивое время приехали, потому что посмотрите, какой лес здесь. На все цвета радуги. Сейчас, затачивайся, сейчас трясанет мост. А вам похоже, что там как раз и водопад. Как раз вот эти все ручейки в одном месте сходятся, которые мы снимали в парке, и там впадают уже в эту речку. Ух, как тут красиво, а? А теперь мы спускаемся в то ущелье, которое только что снимали. Потому что на дне этого ущелья как раз и располагается наш водопад. Слезы русалки. А почему называется Слезы русалки? А потому что русалка влюбилась в одного молодого человека. Что-то много там для него сделала, а он все равно не оценил ее любви и покинул этот край. С тех пор русалка разочаровалась в людях, разочаровалась в людях, и горько-горько плакала. И продолжает плакать до сих пор. И Слезы русалки сейчас являются украшением этого самого красивого водопада Армении в Джермуке. Мы остановились почти под самым мостом, с которого только что снимали эту дорожку. И да, действительно, я оттуда снимал сейчас Слезы русалки. Вот там пройти... Здесь парковка 200 трамп. Туда пройти метров 200-300, и там будет уже водопад. Ника, отойди в горку с кадром. Какие мощные потоки воды. Здесь какое-то техническое сооружение, мимо которого мы проходим по такой узенькой тропинке. Но по шуму воды слышим, что приближаемся к водопаду. Вода здесь уходит в резкий поворот, поэтому стремительно стихия водная. И дальше она еще соединяется, он буквально в 30 метрах со струями водопада. Вот такой красивый мостик, как смотровая площадка, для вот такого красоченного водопада, несколькоярусного. Слезы русалки. Он у нас уже побежал. Товарищ. Немножко поднялись наверх в поисках наиболее интересных ракурсов и кадров. Ну, зрелище очень замечательное. Вода такими потоками вниз. И не просто вертикально, а по склону стекает. Красиво. Грохот такой стоит от водопада. Ну, наибольший любитель экстрима залазит на этот камешель. Кто-то пытается, даже по мокрой поверхности, вон туда залезть. Судя по надписям, и сюда люди залазили. Да, в этом году мне везет на водопады. Архипа Осиповка, Крым, Адыгея и теперь Армения. Переходим в мостик, чтобы... О, отсюда вообще шикарные кадры получаются. Весь водопад как на ладони. Смотри, тут вообще шикарно как выглядит. Ух ты! Весь он здесь прям попадает. Вон он сверху потоками, в тысячи ручейков, в тысячи серебряных струй стремительно срывается по этим ответственным стенам для того, чтобы сделать еще более полноводную вот эту реку и в конечном итоге наполнить водой до нужного уровня сила. Ну и как тебе водопад? Не зря тряслась три часа? Не зря. Вот из тех водопадов, которые ты видел, ты бы на какое место поставила? На первое. На первое? Лучше крымских, да? Ну да, очень красивый. Наверное, самый красивый из того, что мы видели. Лучше адыгейских? А вот только что мы в Архиповской с тобой видели. Лучше? Ну да. Самый красивый адопад. Привет. Такое шикарное место для прогулок, для оздоровительных. Ведь это же вода, тоже минеральная. Идешь с одной стороны скалы, с другой стороны скалы. Разноцветный лес, горная речка просекает и водопад, на который можно смотреть и любоваться часами. А устал? Присел, книжку почитал. Нет, шикарное место. Вот, уважаемые зрители, поедите в Армению. Далеко находится от Ервана Джермук, но этот водопад стоит того, чтобы сюда приехать и на него посмотреть. хотя бы не с ночевой, как мы сегодня, хотя бы одним днем. Причем параллельно же можно посмотреть, как мы сегодня еще два самых, наверное, одних и самых красивых места и храма, и монастыря в Армении. Но до свидания, слезы русалки. Нам здесь понравилось. Понравилось? Ник, понравилось тебе? Одесса принесет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok